Женщина за рулем. За последние годы эта фраза практически перестала задевать самолюбие водителей мужчин. Возможно, потому что представительность прекрасной половины человечества, управляющих авто, стала чуть ли не столько же, сколько и их самих. А многие мужчины к женщинам за рулем относятся с уважением. На канаде 8 марта в управлении ГИБДД по Ленинскому району по традиции поздравляли женщин-водителей и тех, кто только собирается получить права. Посетители управления госавтоинспекцией, как правило, не делятся на мужчин и женщин. Здесь все равны, все водители. Но в преддверии 8 марта представительница прекрасного пола здесь ждал приятный сюрприз. В этот день я приехала в ГИБДД поменять права и оказалась в числе тех, кого поздравили. Признаюсь, было очень приятно и очереди как таковой не оказалось. Все сделали в течение 10 минут и цветы вручили. Теоретический экзамен на получение водительских прав начался также с поздравления. Все 10 кандидатов в водители оказались представительницами прекрасного пола. Хотим поднять вам сегодня настроение, желать вам счастья, здоровья, самое главное, теплых морей почаще, чтобы вы всегда радовались и были счастливы. После такого начала экзамен все без исключения должны сдать на отлично. Тем более женщины считаются более прилежными ученицами, нежели мужчины. А также они твердо уверены в том, что уметь водить автомобили в наше время дамам необходимо. А почему женщинам нельзя ездить? Ну и так же нужно детей в школу возить, в садик возить, в магазины ездить. Наравне с мужчинами, так что я считаю, что все это правильно. Среди сотрудников ГИБДД женщин тоже немало. От легкой руки Екатерины Ворониной, нажимающей на спусковую кнопку фотоаппарата, зависит, как вы будете выглядеть ближайшие 10 лет на своем водительском удостоверении. От ее уверенных рук, держащих руль автомобиля, зависит безопасность ее и других участников дорожного движения. Женщины за рулем все-таки лучше, чем мужчины, но это с моей стороны, потому что они немножечко все-таки более, как сказать, готовятся лучше и к экзаменам, и к вождению, и, соответственно, более к этому серьезно относятся. Инспектора ДПС, дежурившие на улице города, в этот день останавливали исключительно женщин-водителей. Вместо проверки документов – поздравления и цветы. Поздравляю вас наступающим праздникам. Спасибо. Желаю вам весеннего настроения. Спасибо получше в семье, всем вашим близким. Очень приятно. Спасибо огромное, что вы о нас заботитесь. Праздник такой, который ждут не только женщины, но и мужчины. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить от всей души всех женщин-участниц дорожного движения, не только в качестве водителя, но и в качестве, наверное, и пешехода, и в качестве пассажира, и всех своих сотрудников женщин с этим праздником. Пожелаю в первую очередь, чтобы женщины любили, чтобы их любили, чтобы они были любимые. И пусть инспектора ДПС останавливают вас исключительно для комплимента. Татьяна Бролова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.